Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить о безопасности на дороге. Вчера мы рассмотрели вариант о дальних дистанциях, сегодня мы рассмотрим вариант по близким дистанциям. Так вот, разница принципиальная между дальней дистанцией и ближней дистанцией совсем не в том, где вы едете, а в том, что если на дальнюю дистанцию вы просматриваете, что вас ждет, то на ближней дистанции вы программируете, что вы хотите, чтобы вас ждало. То есть в первом случае вы просто просматриваете на безопасность, на аварийность, на преграды на вашем пути, на возможность наличия ГАИ. Отдельная тема. Во втором случае вы программируете, что же вы все-таки хотите. Например, вы отправляетесь утром, и вы знаете, в центре города не будет парковочного места. Что делаете? Вы садитесь и точно так же, как в первом случае, расслабляетесь, пока греется ваша машина. Для этого, чтобы войти в определенное измененное состояние сознания, это можно сделать на якорь, который вы можете поставить себе сами, либо же, помним стандартный путь, на расконцентрацию ощущений в теле. То есть вы переносите мысленный взор на закрытых глазах, на стопы, голени, колени, бедра, живот. Поднимаетесь выше грудная клетка, потом проходите вниманием по рукам, шее, лицо, волосы. Делайте глубокий вдох-выдох и погружаетесь в себя. Каждый раз вы помогаете себе дыханием. Глубокий вдох-выдох. И внутри наступает тишина, спокойствие. Следующий шаг, обязательный для того, чтобы у вас остановился внутренний диалог, для этого надо перевести мысленный взор и физическое зрение в область третьего глаза. Вам надо глазами смотреть в эту точку. В таком случае вы заметите, что внутри у вас наступит звенящая тишина. И это здорово. Вот в этом состоянии вы можете программировать уже все, что вы хотите. Например, вы знаете, что вам надо припарковаться возле какого-то административного здания в центре. Парковок, как правило, не хватает. Что делаете? Вы рисуете, что перед вами выезжает автомобиль. И он действительно в жизни выйдет перед вами. Причем вероятность, это будет по правилу поры, 80 на 20. То есть в 80% случаев вы получите таким образом парковочное место. Когда я говорю о парковочном месте, поймите, вы можете программировать абсолютно все, что угодно. Вы можете программировать встречу, кафе, прием, бизнес-переговоры, все, что угодно. У вас есть время. И вот эти принципы программирования вы можете уже использовать. Второй прием. Мало ли, вы спешите, и у вас нет возможности вот сейчас, здесь и сейчас греть машину и концентрироваться, расслабляться, там, 5 минут лишних тратить на медитацию. Что вы делаете? Вы понимаете, что когда вы едете за рулем, вы уже в трансе. Иначе бы вы ехать за рулем не могли. Так устроена наша психика. Мозг находится в определенном измененном состоянии сознания. Когда ведется запись, сразу все информации, которые проходят по периферийному зрению, и при этом вы сконцентрированы и активно смотрите на дорогу и следите за событийным рядом, но при этом у вас оперативное зрение достаточно узконаправленное, но широко работает периферийное зрение. То есть луч оперативного, он резко сужается. В таком случае вы можете использовать это для того, чтобы возможности периферийного зрения использовать для того, чтобы внести информацию, которую вы хотите в ваше подсознание. То есть вы хотите договориться с собой, чего вы хотите. Таким образом вы едете за рулем, переносите внимание, это не значит, что зрение зрения и внимание это разные вещи, вы переносите внимание и рисуете образ того, что вы хотите на периферийном зрении, справа или слева. И таким образом отправляете в ваше подсознание. Поверьте мне, это тоже великолепно работает. Просто у каждого человека надо наработать свой личный индивидуальный опыт, и кому-то будет удобнее делать это в медитации, а кому-то это удобно делать на открытых глазах. Наша психика устроена так, что так или иначе эти приемы мы применяем в жизни, неосознанно или неосознанно. Но вот сейчас мы их переводим из режима, который у нас происходит неосознанно, в режим, когда мы осознаем, что же мы все-таки хотим делать. Дальше у нас осталось еще несколько тем, которые работают на ближней дистанции. Например, тема пешеходов. Для водителя она очень актуальна, потому что согласно правилам дорожного движения современным, пешеход всегда прав, да, и он бросается под колеса, не думая, что это его тело будет болеть, и его жизнь будет в опасности. Таким образом, безответственный подход к жизни, он транслирует, соответственно, перекладывается на водителя, причем ответственность как уголовная, так и финансовая. Единственное, что невозможно переложить, это личную боль и личное страдание, которое в итоге получает человек, как опыт, который происходит при этом. Но водитель-то не хочет на самом деле никого давить, и каким-то образом надо увернуться от этого пешехода, чтобы он не бросился именно под ваш автомобиль. В таком случае, особенно в темное время суток, я рекомендую любым из первых двух способов, либо по периферии, либо в активной медитации, прорисовать дорогу, просто прорисовать дорогу, просмотреть дорогу, по которой вы будете ехать, и по краям справа и слива крестами вычеркнуть всех возможных пешеходов. Сознательно зачеркнуть там людей, чтобы их там не было. Наше подсознание по символной системе великолепно понимает крест. Крест – это запрет, крест – это отказ от игры, в данном случае, в ситуацию пешеход-водитель. Поэтому предлагаю это дело тоже использовать в жизни. Кроме того, что у нас остается? У нас остается работа с ГАИ. Как вычислить, где ГАИ? И здесь уже будет посложнее, ребята. Все, что касается предвидения ситуаций на дорогах, неважно, это будет трасса или это будет город. В данном случае, все, что мы имеем в этом проявленном мире, это наше физическое тело. Наше физическое тело имеет определенные физические отклики. Как правило, мы его имеем на уровне чувств, на уровне кинестетического канала, на уровне ощущений. То есть ГАИ мы можем видеть глазами, ГАИ мы можем слышать мигалки, ГАИ мы можем чувствовать. Я предлагаю натренировать канал чувств, когда мы чувствуем за какое-то время, за какое-то расстояние до ГАИ, что там будет стоять пост и будет мериться, например, скорость. Или там будет облава какая-то. И поверьте, если вы сконцентрируете внимание на этом, то вы заметите, что до того, как вы приблизитесь к посту, у вас в теле обязательно есть отклик. За определенное расстояние, за полкилометра, у вас может почесаться нос, либо зазудеть пятка, либо еще что-то. У каждого будет свой отклик. Но он будет четкий и конкретный в теле. И самое главное – научиться этот отклик фиксировать, замечать в себе. Раз, один раз заметили, потом проверили. Да, проехали ГАИ, но перед этим у вас чесался нос. Потом в следующий раз, когда у вас зачесался нос, ждите ГАИ. И вы заметите, что в какой-то момент вы четко найдете тот отклик, через который ваше тело, ваша психика говорит вам, вот в этом мире, о том, что вас там ждет. Найдя вот этот свой отклик, вы четко будете знать, вас никогда никто не сможет сбить с пути, что вот там будет такое препятствие. И на каждый вид препятствий у нас будет свой отклик в теле. Поэтому самоисследованием, самопознанием заниматься имеет смысл. Вот эти вещи имеют смысл записывать, точно так же, как и сны. И в дальнейшем видеть расшифровку, так что же это все-таки значит в этом мире, что хотело сказать ваше подсознание вам лично. Когда вы это нарабатываете, вы имеете достаточно объективный результат, и вы всегда затормозите, вы всегда снизите скорость, вы всегда объедете то место, где вы не хотите засветиться и так далее. И остается одна большая тема, на которую я считаю, что надо выделить отдельный ролик. Это обращение к тонкому плану, например, к религиям, к Богу, к ангелам, к проводникам, к сущностям и так далее, для того, чтобы они помогли вас в пути, спасли и защитили. Многие знают молитвы, многие возят иконы, и многие имеют обращение. Давайте на эту тему мы поговорим в следующем ролике. Так что же здесь будет работать и будет ли работать? Спасибо за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. Удачи на дорогах!